Друзья, всем привет! Я хочу вас поздравить с праздником, Рождеством Христовым, и пожелать вам всего самого хорошего. А я продолжаю серию видео. Итак, редис. Высеваю как раннюю культуру примерно в марте, в теплицу необогреваемую, и уже в последующем я ее высеваю в открытый грунт. Сею такой сорт, как Сора и Гибрид Селеста. Довольно-таки давно выращиваю, нравится. Знаете, из-за чего? Что плоды не совсем крупные, не дают горечь, они не дают пустот, и нету такой, знаете, явной остринки у редиса. И чем еще больше всего мне нравится, что у них небольшая ботва. Ботва очень компактная, я ботву не употребляю, поэтому для меня главное, чтобы было поменьше зелени, а вот сам корнеплод был хорошего качества. Вот Селеста и Сора отвечают всем этим показателям. Ранний Гибрид я даже здесь читать не буду, там до 25 дней, и редисочка около 30 грамм. Но они, правда, все выровненные и очень красивые. Вот это с прошлого года осталось. Попробовать решила в этом году Черед. Это гибрид, никогда не сеяла, так просто внешне понравилось. Тоже ранняя, сочная, до 30 грамм. В принципе, чем-то похоже. Это японская линия, это голландская. Редис 18 дней. Я особо лично этот редис не люблю, но у меня в семье его любят, поэтому тоже высеваю каждый год. Репа. Это миланская розовая. Никогда такую репу не высевала. Обычно классическую такую, а здесь мне понравилось, что очень красивый цвет. Скороспелый, плод до 200 грамм. Мякоть белая и сладкая. Сорт урожайный. Вот такая репа. Дайкон Саша. Я дайкон выращивала в прошлом году впервые. Был у меня сорт Миноваси. На фотографии вы сейчас видели, какие размеры были корнеплода. Но он для нашей семьи оказался неудобный. В чем? Во-первых, в хранении, потому что корнеплод очень большой, быстро теряет влагу. То есть он вянет. Вот где бы я его не хранила, в холодильнике, в погребе, ну вянет, ничего не сделаешь. А во-вторых, он слишком крупный и для нашей большой семьи вот за раз его использовать нельзя. То есть нужно было его половинить и эта половинка потом лежала. В общем, неудобно. Поэтому в этом году решила купить небольшой дайкон. Он будет круглый. 45 дней до готовности. Массой до 300-500 грамм. С тонкой кожицей и мало-слабо-острой. Вот такой дайкон Саша. Также дайкон Малиновый нектар. Вот как раз его я не выращивала. Очень мне понравилась его структура и цвет. Ну очень красивый, раннеспелый. Плоды, конечно, массой могут быть до 900 грамм. Это, конечно, крупно. Вырастает, бывает, и до 2 килограмм. Вообще. Значит, мякоть идеальная. Малиновая красная, сочная, с высоким содержанием сахаров. Вот такой красивый дайкон гибрид. Буду пробовать. Редька черная-зимняя. Выращиваю уже второй год. Вот как раз пакетик остался с прошлого года. Нравится. Она у меня вырастает всегда небольшая, что для меня очень удобно. Мякоть у нее ярко-белого цвета, сочная, вкусная, с небольшой, конечно, остринкой. Но я ее очень тонко нарезаю, присаливаю. Ожидание 5-10 минут, и горечь с солью вся уходит. В прошлом году еще сеяла маргелландскую зеленую. От Сипсада тоже мне понравилась. Вырастает намного крупнее, в раза в 2, чем черная. Следующая у меня морковь. Болтекс. Никогда не высевала. Купила по отзывам. Средне-поздний сорт, коническая форма, оранжевая, длиной до 16 см. Для свежего употребления и для хранения. Вот такая красивая. Следующая. Дордонь. Это гибрид. Не высевала. Взяла на пробу. По отзывам. Значит, это ананский тип, средне-поздний. Корнеплод длиной до 20 см. и 125 грамм. Устойчива к многим заболеваниям. Свекла. Кестрил. Это гибрид. В свое время я ее высаживала, только была не японская линия, а какие-то пакетики попроще. Я уже просто не помню. Но впечатления у меня были, они и хорошие. Это раннеспелый гибрид. Окраска плода интенсивна, темно-красного цвета, без колеца, это я помню. В общем, устойчива ко многим заболеваниям, засухоустойчива. Идет и для переработки, и для хранения. Следующий это корневой сельдерей. Выращиваю 3-4 года. Использую только для соков. Больше никуда не добавляю, только для свежевыжатых соков. Всегда сеяла албин, корневой сельдерей. Никогда он у меня не получался крупный, всегда с размером с яблоко. Все. Теперь в этом году купила... Семена закончились те. И купила вот такой сельдерей. Попробовать, что получится. Может быть, вырастет покрупнее, не знаю. Теперь луки. Навигатор гибрид и глоба. Это семена, чернушки для выращивания в однолетней культуре. Глоба. Это из серии крупных луков до 800 грамм. Это по типу эксибишина. И вот навигатор до 200 грамм. Это очень хороший лук для хранения. А это как такой, знаете, салатный. Купила на выставке тоже. На ВДНХ приобрела в сентябре. В общем, буду сеять. Купила также по традиции лук эксибишин. О нем даже и рассказывать нечего. Все его, мне кажется, сеют. Буду выращивать. В этом году у меня... Ой, в том прошлом сезоне у меня была шикарная, конечно, рассада. Высадила я неудачно ее. Получилось... Лук у меня сидел под кроной березы. И вырос он у меня, может быть, с мелкой яблокой. И остановился. Так что под деревьями ничего не сажайте. Лук батун. Лонг Токио. Я... Мне его посоветовала продавец. Сказала, шикарно лук вырастает. Сама его сейт. Она чуть ли не каждый год подсевает. В общем, по рекомендации. Раннеспелый. Урожайный. В общем, вот такой лучок. Лук на зелень салатный. Просто с прошлого года остались семена. Не понравился мне этот лук. Но уж высию, потому что семена лежат. Возможно, что и не взойдет. А хотя он до 2021 года, возможно, и взойдет. Следующая, любимая моя культура, это подсолнухи. В этом году приобрела новый сорт. Называется Дакота. Посмотрите, какая крупная семянка. Черного цвета с белым ободком. Растение высокое. И корзинка довольно-таки крупная. Буду его пробовать в этом году. Следующий подсолнечник. Это ПР63А90. Это гибрид. На фотографии вы сейчас видели, какая красивая большая корзина. Семянка полностью заполненная. И плотно прилегает друг к другу. Черного цвета. Понравилась семечка. Я сейчас вам покажу. У меня еще они остались. Я их дома жарю. Просто пощелкать как-нибудь вечерком. Смотрите, какая она крупная, красивая. И вкусная. Довольно-таки маслянистая. В общем, купила повторно. Мне понравился этот подсолнечник. Следующий подсолнечник. Многолетний. Называется Золотая гирлянда. До 2,5 метров. Мне посоветовала продавец. Сказала, что она выращивает. И очень смотрится эффектно. Цветочек 7 сантиметров. И цветочки располагаются по всему стеблю. Сверху вниз. Здесь 50 штук. В общем, она мне их нахвалила. Он, конечно, на картинке красиво смотрится. Поэтому купила. Засажу возле дома. Все будет у меня в подсолнечнике. Так, следующее. Глориоза Ивнин. Я в прошлом году его выращивала. Это однолетний подсолнечник. Очень мне понравился. 2,5 метров. Красивые вот эти все цветы. Тоже облеплено. Их очень много. Боковые дают побеги. И на боковых тоже растут такие цветочки. Понравился. Подсолнечник однолетний. Оранжевое солнце. Я его увидела в обзоре тоже у какого-то блогера. Понравился мне он тем, что он такой, знаете, махровый. Прям очень и очень декоративный. Метр 60. Оранжево-желтые цветы. Цветет с июня по сентябрь. Хорошо в создании декоративных стенок и живой изгороди. И на срезку. И остались у меня трапки-муравки. Щавель. Обычный щавель. Ничего здесь вообще не придумываешь. Крупнолистный всегда сажаю. Он как многолетний, конечно. Но каждый год его подсеваю. Покупаю в таких простых пакетиках. И все замечательно вырастает. Укроп остался с прошлого года. Русский гигант не выращивал. Не знаю. Мамонт сею каждый год. Нравится. Долго не уходит в цвет. Дает много зеленой массы. Отлично. Укроп-аллигатор. Каждый год его тоже выращиваю. Нравится. Не уходит быстро в стрелку. Дает тоже много зеленой массы. Они чем-то с мамонтом даже похожи. Но хочу сказать, что сейчас Гавриш выпускает вот такие пакеты, где написано 1 плюс 1 равно 3. Очень выгодно. Один пакетик, насколько я помню, стоит 18 или 17 рублей. Но здесь 4 грамма. Это очень много. Насыпано по пол пакета семян. Вот так. Два взяла. Мне достаточно. Это салат из прошлого года. Не выращивала тоже. Вот остались. Они такие, как, знаете, полукочанные. Скороспелые. Скороспелые тоже. 45 дней. Листики нежные. Вкусные. Вкусные. Хрустящие. Рукола. Выращиваю немного. Потому что употребляю в семье ее только я. Выбираю такую стандартную с зазубринками по краю листа. Я довольна ею. Высеваю в открытые грунты. Прекрасно она растет. Базилик. Тонус. Тоже покупаю в таких пакетах. В белых неплохо всходит. Выращиваю только через рассатую. И по большей части у меня растет в теплице. Знаете, как для уплотнения грядок. То есть между помидорами, между баклажанами, перцами. Вот так. Базилик фиолетовый. Ретрубин. Это с прошлого года. Тоже вполне приличный базилик. Так, дальше у меня еще новинка в базилике. Это карамельный в этом году взяла. Говорят, ну очень и очень вкусный. Необычный внешний вид. Буду пробовать. Петрушка корневая. Обязательно я ее сею в огород, чтобы была корневая петрушка. Самый лучший вариант. Самая первая всходит после снега. Это петрушка корневая. Петрушка такая листовая. Вот называется бриз. Здесь посеяла я буквально в прошлом году две щепоточки. И у меня этой петрушки было очень много. И я рвала, и морозила, и соседи рвали. В общем, очень много было. Каждый год сажаю шпинат. Это обязательно. И в теплице в марте, и потом последующие в открытый грунт высаживаю. Матадор. Всегда беспроигрышный вариант. Всегда есть шпинат. В этом году решила что-то попробовать новенькое. Спокент. Это гибрид купила. Ну, не знаю, просто купила. Шпинат новозеландский. Мне порекомендовала продавец. Она высевает. Ей очень нравится. Посмотрите, какая интересная листва у шпината. Длительная отдача урожая не стрелкуется при летних температурах. Вот она так же и сказала. Она высевает. Ей нравится. Мясистый, вкусный, ранний. Вот такой красивый. Буду пробовать в этом году. Понравится? Буду покупать. Базилик тоже новенький. Я купила. Это лимонный аромат. Пряный вкус, нежный аромат написано. Попробую. Разные вкусы базилика. Салат Хьюджин. Купила, потому что мне посоветовали его. И сказали, что он не горчит. Ни на кусте и ни после срезки. Очень не люблю, когда в салате горчит сам салат. Значит, он высотой 25 см. Компактный. Зелено-желтого цвета. Глянцевый. Уборочная зрелость через 45 дней. Очень хочется, чтобы салат не горчил. Большинство салатов, которые я выращивала, почему-то горчат. Не знаю. Ну и классика. Это кориандр. То есть кинза. Янтарь. Покупаю и в таких пакетах, и в простых белых. Высеваю. Собираю своих немножко семян. Но покупных всегда подкупаю. У меня на сегодня все. На обзор остались цветочки. А я желаю вам всего самого хорошего. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok